друзья здравствуйте сегодня у нас интересная тема насильное сыроедение вообще когда мы касаемся темы сыроедения мы понимаем что здесь поле не пахано хотя все говорят о сыроедении все так или иначе заявляют что эта тема реальная что она является но неким таким переходным моментом связанным с реализацией оздоровления там например повышением своих частот и так далее то есть вот это все существует это правда это действительно происходит и люди зная о том что это манкая такая тема и что сыроедение вожделенно они начинают идти против себя давайте разберемся каким какое сыроедение можно считать правильным и насильно можно ли заставить себя перейти на сыроедение вообще на самом деле мы знаем что у нас происходит замещение клеток каждый каждый день если мы не следим за гигиеной своего межклеточного пространства внутриклеточного пространства за гигиеной пространства в котором мы находимся в целом да то есть гельминтоз тот обыкновенный которые все и вся всегда говорят о нем то есть это червячочки до которые внутри нас попадают то естественно происходит замещение то есть иннервации иннервация паразитов входит в орган то есть они входят в организм и встановятся на место нашей клетки и нервируется то есть встраиваться в нервную систему и вот здесь получается следующее что когда человек насильно переходит на средине или вообще на любую другую традицию питания он понимаешь что он проваливается то есть он на силе воли дожимает эту ситуацию и действительно становится сыроедом но цена всему этому здоровье то есть получается что у нас происходит голодание да то есть представьте себе заселение паразитами организма и тут вдруг вы убираете их видовое питание то есть она уходит его больше нет это различные там хлеба мясо там тушеная вареная и вот это все пире паразиты внутри попадают к нам когда мы вот так питаемся то есть они чистощики они падальщики нашего организма то есть они пожирают все что плавает нас в крови дело то что динатурированная пища она вся в чистички динатурированной пищи плавают у нас в крови и мы захлебнемся вот в этом всем уши сево каналии которые присутствуют и паразиты которые там находятся они едят это все и вот представьте они заселили организм иннервировались то есть стали на место здоровых клеток и в этот момент случается следующий организм просто хоп и прекращает их подпитывать с родственной пищи нет что не буду делать в этот момент сразу вопрос есть человека диктовать ему странное поведение естественно смотрите это первая стадия сумасшествия вторая стадия сумасшествия которые люди с очень большой силой воли начинают с собой вытворять это соответственно замещение микрофлоры резко а так не бывает что такое микрофлора это симбиоты да вообще у нас должен быть стерильный вообще организм я расскажу в последующих видео при каких условиях возникает стерильность организма потому что это не просто ну какая-то такая ситуация связанная со случаем нет стерильность существует и действительно она может появиться в организме при некоторых условиях достаточно проявленных то есть мы об этом тоже будем говорить но так или иначе у нас есть симбиотическая микрофлора этот друг она это микрофлора прекрасно чудесная которая давала нам очень много чего и особенно витамины группы b которые жаждет наша вся система нервная все что у нас в организме вообще все нужно нуждается в витаминах группы b это вдруг мы вчера были условными соедами сегодня мы уже сыроеды все то есть чем питаться до этой микрофлоре и она начинает загибаться то есть у нас медленно при самых лучших условиях да вы помогаете своему организму у нас может произойти себе замена симбиотической микрофлору течение трех месяцев если нет значит нет то есть нельзя так чтобы насильно вот я вчера был мессиеном сегодня сыроед отсюда и вопрос те сыроеды которые на силу и воли переходят на сыроедение как они выглядят посмотрите на их внешность естественно тусклые волосы да ну это понятно есть проблемы по волосам проблемы с зубами проблемы с кожей еще много каких проблем то есть получается вот эта ситуация связана но с каким-то нонсенсом да вроде бы здоровое питание а с другой стороны вот такая вот такой дурдом с внешностью и с органами с поведением то есть откуда-то берет казалось бы строение легкое питание откуда агрессия да вот все говорят что мясоеды там агрессивные так далее откуда агрессия что это за такие интересные фокусы с психика дефициты дефициты это страшные дефициты то есть на первый план выходят дефициты которые организуются за счет отсутствия правильной микрофлоры для того чтобы из нового питания что-то взять поэтому насильное сыроедение она не не должно быть его в принципе не должно быть потому что если мы начинаем насильно себя заставлять силе воли вот давай там сыроедите так далее ничего не получится чистки чистки и зарождение новой микрофлоры плавным мягким переходом но об этом мы еще будем говорить конечно я все информацию потихонечку буду давать вы наверное заметили да что канал оживляется по вашим просьбам по вашим пожеланиям конечно я все буду делать для вас ну и собственно давать много полезной информации так вот вернемся чистка вот на моем канале уже про касторочку слышали уже честь и слышали про горькие травы да то есть это основа слов но есть еще техники повышения вибрации дело то что паразиты они не живут в поле высокочастотным да они могут привыкнуть на некоторое время но есть граница есть границы их восприятия а потом они просто вымирают то здесь что самое главное самое главное понять что есть эта палка на двух концах можно пойти через физику к энергетике а можно через энергетику к физике да это как рычаг физики но помню до взаимодействия начал то есть наша вздача попробовать оба области обе ситуации когда вы на повышение кстати второй свой второй вариант он сложнее потому что вы же должны на эмоциях на высокодуховных прорывах повысить свои вибрации и соответственно они выжгут всех этих паразитов но тут же вопрос да а как это сделать вот я уже говорила о родении я сейчас немножко сменю тему для того чтобы вы понимали ну как бы я могу сказать вот будьте высокодуховными и не дать инструменты моя задача не так сказать а рассказать о том как этого добиться вот я уже рассказала в предыдущих видео что такое родение родение это высокое эмоциональное состояние которое когда стабилизируется то есть она устойчиво заявлено в организме она производит метаморфозы что такое эмоция эмоция регулируется гормонами что такое гормон транспортный белок который обеспечивает попадание того или иного питательного вещества в клетку то есть когда у нас высокая гармоничная эмоция наши клетки расцветают наши железы начинают производить такие гормоны которые единично производится в спокойном состоянии то есть вспомним как у нас преображаются из гусенички в бабочку вот как все происходит происходит гормональный взрыв то же самое с головастиком лягушку гормональный взрыв так вот для нашего преображения для того чтобы у нас все расцвело у нас соответственно должно быть высокое эмоциональное состояние то есть мы должны найти лучший вариант во времени когда это происходит дело то что у нас каждое эмоциональное состояние оно не просто так там в воздухе да у нас в божественной системе нашей божественной системе землян есть боги миром правят числа их отношения то есть атрибут знаковое что-то да что на принадлежит богу и через что он может проявить всемогущее всемогущество и вездесущество да будем так говорить то есть но может быть неправильно прислоняла то есть вездесущее состояние и всемогущее состояние это божественное начало но через что он может проявиться то есть как это может произойти это может произойти через соответственно его атрибуты у каждого бога есть свое число есть время наилучшее проявление Есть съестной атрибут, условно, если мы говорим о сыроедении. Есть, например, угол, есть кристалл, есть металл, есть растения, ягода, условно, дерево. То есть через эти все атрибуты Бог проявляется. Так вот получается, что у нас есть часы, в которые наиболее круто проявляется родение, то есть высокое эмоциональное состояние. Так вот, что же это такое? Где это время взять? Дело в том, что в нашей культуре наивысшая точка солнцестояния в году, то есть зенит на 21 июня, то есть на новолетие относительно всех наших перетрубаций с календарями. Вот все реперные точки, все основные точки, проявленные в мироздании, они всегда запоминались нашими предками. И они в колодаре, кола это круг, дар это дар, колодарь. То есть у нас календарь это изуроченное название колодаря. Так вот, 21 июня и наивысшая точка солнцестояния, то есть зенит на 21 июня действует весь год. То есть, например, на 21 июня текущего года, ну вот у нас 22, да, заканчивается, если мы считаем от 21 июня год, да, и скоро будет снова 21 июня. Мы смотрим зенит, например, он в 12.30 в вашей местности. То есть первый час у вас будет правь, это час, когда наилучший вариант наладить контакт с родением богини прави, это свершение. Соответственно, лень ей блажа, это второй час от зенита, то есть это будет с 13.30 до 14.30. Дальше, троян, соответственно, с 14.30 до 15.30, то есть это третий час. То есть у нас у каждого бога есть число и получается третий, четвертый, пятый, там, 24 час от зенита. То есть мы, попадая во временной промежуток, можем усилить состояние родения и тем самым насытиться потенциалом высоких энергий. Представляете, как здорово? То есть есть механизм, через который мы можем подпрыгнуть по эволюции. Для этого просто нужно знать разметку по времени, что на самом деле важно. Ну, я думаю, что насильно сыроедить теперь никто не станет, потому что на силе воли можно испортить себе организм. Можно потерять волосы, зубы, испортить свое здоровье в корне, надорвать его, получить жесточайшие витаминозы и так далее. Можно добиться того, что паразиты сожрут вас изнутри. И это худшая ситуация, которую допускать, конечно же, не стоит. Поэтому на сильное сыроедение, когда вы просто носили волю без чисток, без повышения эмоций родения, делайте что-то, может привести к негативным началам. Ну, хорошо, я буду постепенно раскрывать вам данные темы, потихонечку, полегонечку. Конечно, мне будет приятно, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. Благодарю вас. Пусть у вас все ладится и получается. Доброго здравия!